Карабахцы снова проводят акцию протеста в Ереване. В настоящее время акция Карабах-ЦФ продолжается у здания МИД Армении. Временно переселенные из Нагорного Карабаха граждане провели акцию протеста на площади республики в Ереване, выдвинув несколько требований правительству Армении, включая жилищный вопрос, а также конкретизацию их статуса. В частности, карабахцы считают неэффективной государственную поддержку Армении при приобретении недвижимости в ипотеку или строительство частного жилого дома. У нас нет заработка, как мы можем взять в кредит дом, тем более с такой высокой процентной ставкой, 12 процентов, сказал один из участников акции. Мужчина пояснил, что программа рассчитана на 3000 семей, тогда как только в Армении проживает 21 тысяча Карабах-ЦФ. Еще один участник акции отметил, что он едва может наскрести 80 тысяч драмов, порядка 160 долларов, чтобы арендовать жилье, денег не остается даже на коммунальные выплаты. Как в таких условиях думать об ипотеке, вопрошает он. Кроме того, у проживающих в Армении Карабах-ЦФ нет статуса беженцев, а для того чтобы стать бенефициарами ипотечной программы, нужен официальный документ. Карабахцы требуют конкретизации их статуса. Мы пока держимся, собираемся на акции, чтобы напомнить властям о нас для скорейшего решения наших вопросов. В противном случае нам придется просто искать лучшей доли в другой стране, сказал один из протестующих. Мужчина отметил, что даже помощь распределяется несправедливо, кто-то ее получает, а кто-то остается и без этого из-за отсутствия статуса. Среди протестующих были и те, кто требовал отставки министра территориального управления и инфраструктур Карабаха Айка Ханумяна. В частности, их возмутило заявление Ханумяна о том, что возвращение вынужденных переселенцев в Карабах препятствуют международные структуры. Собравшиеся считают, что дела обстоят ровно наоборот, международные организации оказывают им содействие, и они с радостью вернутся в Карабах, как только их дома будут готовы и их позовут. В настоящее время вынужденные переселенцы продолжают акцию у здания МИД Армении. Напомним, 17 февраля, правительство Армении утвердило условия поддержки для жителей Карабаха, потерявших дома в результате агрессии Азербайджана против Карабаха в 2020 году. Бенефицией АРАМИ могут стать те, кто по состоянию на 27 сентября 2020 года минимум три месяца проживали в Карабахе. Поддержка будет выдаваться для погашения ипотеки на покупку квартир и домов, либо строительства частных домов в Ереване, регионах Армении и в Карабахе. Воспользоваться программой в Ереване и регионах РАС могут только те, кто в свое время уехал оттуда в Карабах и до отъезда был там прописан. Всем остальным сооплата ипотеки будет выделяться для обустройства в Карабахе. На покупку домов в Ереване будет выделяться до 8 миллионов драмов, 16,7 тысячи долларов, на основную сумму и 3,648 тысячных миллиона, 7,6 тысячи долларов, на проценты, они будут оплачиваться в размере до 8 процентов. В регионах оплата основной суммы будет до 10 миллионов 20,8 тысячи долларов и 5,85 миллиона. 12,2 миллиона, драмов соответственно, проценты будут оплачиваться в размере до 10 процентов. В Карабахе будет выделяться до 12 миллионов 25 тысяч долларов, на основную сумму и до 8,86 миллиона. 18,5 тысячи, на проценты, они будут оплачиваться в размере до 12 процентов.